Депутаты обсудили на пленарном заседании закона проекта о банкротстве. Он сейчас находится на рассмотрении парламента. Члены партии Акжол намерены его дополнить. Одно из главных предложений – не лишать должника крыши над головой, если он не смог погасить залоговый кредит. Взамен ему можно предложить жилье подешевле. Это, считают партийцы, обеспечит социальную защиту населения. В предлагаемой редакции должника могут признать банкротом при просрочке за год, но партийцы предлагают сократить этот период до шести месяцев. Мы, как партия Акжол, настаиваем, что этот срок должен сократить. Нам не нужно ждать, чтобы он 12 месяцев не погашал эту сумму. Ведь понимаете, что такое сумма микрокредита? Это 300 тысяч, это 200 тысяч, в основном такие суммы. Поэтому, если должник даже в течение шести месяцев не может погасить кредит, значит и оставшиеся шесть месяцев он не погасит. Росавиация разрешила белорусской авиакомпании выполнять рейсы в южных направлениях. Раньше самолеты летали через Казахстан, теперь через Волгоград и Астрахань. Путь из Минска в Стамбул стал короче на 45 минут. Рейсы в Сочи и Реван также займут меньше времени. Из белорусской столицы в эти три города можно долететь только на лайнерах отечественного авиаперевозчика. Количество рейсов по новым маршрутам осталось прежним. В турецкие аэропорты 10 вылетов в неделю, в Звартназ 4, в Адлер 3. Спрос на рейсы белорусского перевозчика растет. Особенно востребаны билеты в Стамбул. Поэтому задействован весь парк из 13 самолетов. Нам дали возможность летать по новым трассам. Мы ее используем на тех маршрутах, на которых возможно ее использовать. Для авиакомпании это, конечно, сокращение эксплуатационных расходов на топливо, в первую очередь на аэронавигационное обслуживание. В Кыргызстане открылись 70 центров гражданского и цифрового образования при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Старт проекту дал президент Садар Шапаров. Они заработают на базе библиотек и молодежных организаций. Обучаться можно будет по разным программам, посвященным политической системе страны, избирательному процессу, истории, праву и экологии. Также можно получить начальные компьютерные навыки, узнать, как пользоваться порталом государственных услуг, учиться продвижению сайтов, графическому дизайну. Курсы будут проходить в онлайн и офлайн форматах. Садар Шапаров подчеркнул, что благодаря открытию центров использование электронных сервисов и услуг станет более доступно, особенно для жителей отдаленных регионов. Проект реализуется при поддержке администрации президента и кабинета министров Кыргызстана совместно с международными партнерами. Особенно важно, чтобы в проекте участвовали все слои населения. В первую очередь молодежь, люди с инвалидностью, женщины, мигранты и пожилые люди. В дополнение к образовательным программам эти центры могут предоставить местным сообществам платформу для встреч с успешными лидерами, продвижение женского лидерства и проведение молодежных дебатов. На встрече министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии договорились о введении ограничения на пересечении границ российскими гражданами шенгенскими визами в ответ на агрессию Москвы против Украины. Ожидается, что запрет вступит в силу уже в сентябре. Исключения будут сделаны только для дипломатов, водителей грузового транспорта, а также для граждан, въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно. Сообщивший о достижении договоренности министр иностранных дел Латвии отметил, что в последние месяцы число пересечений границы гражданами России с шенгенскими визами значительно возросло. В конце лета представители стран Евросоюза приняли решение о приостановлении действия соглашения с Россией об упрощении порядка выдачи виз. Соглашение перестанет действовать 12 сентября. Полный запрет на выдачу виз россиянам Евросоюз тогда не согласовал. При этом министр подчеркнул, что общеевропейское решение о полном запрете виз было бы самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жузель Баррель отмечает, что заморозка заключенного 15 лет назад с Москвой соглашения уменьшит количество виз, выдаваемых россиянам, а процесс выдачи станет дороже и будет занимать больше времени. В МедРФ по решению о заморозке соглашения заявили, что готовят зеркальные меры. Национальные решения эффективны, когда они скоординированы и согласованы. Другими словами, мы применяем одни и те же правила во всех государствах, чтобы человек, который пытался въехать в одну страну и получил негативную реакцию, отказ, не смог проехать 200 километров на север или на юг и успешно пересечь границу. Я считаю провокацией присутствие российских туристов, например, на пляжах Европы или в кафе европейских столиц, когда их армия бомбит украинские города, убивает мирных жителей и совершает военные преступления. Редактор субтитров А.Семкин